Приветствую! Задаваясь вопросом, как выехать мужчине из Украины во время военного положения и мобилизации, мужчины, изучая этот вопрос, приходят к логичному ответу. Можно выехать, сопровождая лицо с инвалидностью. Но что делать, если тебе повезло? У тебя в семье все здоровы и ни у кого инвалидности нет. В этом случае многим мужчинам приходит логичная мысль. Значит, надо сделать так, чтобы у родственника была инвалидность. Либо сделать так, чтобы родственник был с инвалидностью. И здесь, изучая правила пересечения, мужчины говорят, что «О, смотри, можно сопровождать жену, если у нее третья группа инвалидности». Соответственно, если я сейчас найду женщину с третьей группой инвалидности, она станет моей женой, мы заключим брак, то я смогу выехать из Украины при наличии всего-то двух документов. Первое – это будет пенсионное удостоверение. И второе – свидетельство о браке. Значит, что? Находим жену, заключаем, собственно говоря, брак и едем. И те из вас, кто подписан на информационные каналы ДПСУ, знают, что там очень часто появляются вот такие сообщения, что ДПСУ выявила пару, которая, заключив фиктивный брак, пыталась выехать из Украины. И единственной целью заключения этого брака было желание выехать мужчины из Украины, за что он заплатил этой женщине, и вот они поехали. Соответственно, почему обращают внимание на этих людей пограничники? Когда люди вчера заключили брак, а сегодня едут уже через границу, то, понятно, у них возникают сомнения в том, что эти люди действительно являются семьей. Понятно, что не могут пограничники проводить расследование вот там на границе, но по факту что происходит? По факту они отводят этих людей в комнату, очень часто даже по разным комнатам, и начинают задавать им всякие вопросы с целью выяснить, а действительно ли у них семейные отношения, да, а не фиктивные. И просят очень часто телефоны разблокировать, чтобы почитать их переписку, посмотреть их совместные фотографии и так далее. К слову, доступ к телефону никто не имеет права получить, если нет уголовного производства. И помните, что в принципе в любой, кстати, ситуации вы не обязаны разблокировать телефон и кому-то его передавать. Хотят забрать телефон, пусть в рамках уголовного производства уже изымают. Но это такое лирическое отступление. Так вот, такие сообщения на информационных каналах ДПСУ очень часто. И для нас, конечно же, вопрос, а чем это заканчивается? Чем это заканчивается для мужчины? Чем это заканчивается для женщины? Какой ответственности их привлекают? Вот об этом мы сейчас с вами и поговорим. Действуя по принципу «дамы вперед», мы, конечно же, начнем с женщин. Что грозит женщине в этой ситуации? Могут ли ее привлечь к уголовной ответственности? Тем более, что в информационных сообщениях мы видим, что в таких случаях открывается уголовное производство по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно изучать единый реестр судебных решений. И там мы находим соответствующие приговоры. Один из них мы с вами сейчас и посмотрим. Вот этот приговор, как мы с вами видим, он вынесен 4.01.24. То есть это новый приговор, ему тут 2 недели всего лишь. И здесь ситуация именно та, о которой мы с вами говорили. Вот у них был 27.10, то есть в октябре заключили брак, в декабре было получено пенсионное удостоверение и 28.10 они поехали. И вот здесь я хочу сейчас обратить ваше внимание на даты, чтобы понять, как быстро может работать система правоохранительная и судебная. Вдумайтесь, 28 декабря 2023 года люди ехали, а уже, внимание, 4 января 2024 года обвинительный приговор. А как вам скорость? Почему-то представители государства, когда они нарушают права человека, так быстро не привлекают к ответственности. А очень бы хотелось, да? Привет ТЦК и ЕСП. Так вот, понятно, что здесь, в этой ситуации, люди сами признали свою вину. Они, более того, если мы почитаем это решение суда, кстати, я ссылочку оставлю в описании к видео, чтобы вы смогли с ним ознакомиться в полном объеме. Здесь понятно, что они признали вину. Более того, они заключили соглашение о признании вины. Какое же решение принял суд? Вот оно здесь написано. Но это еще не все. Все мы смотрим далее. И здесь на представе статьи 75 Криминального кодекса Украины. Соответственно, здесь вот человек получил, женщина получила то, что мы называем условный приговор. И ее, понятно, что отпустили, она поехала домой. И, собственно говоря, на этом история ее заканчивается. Ну, если она не совершит новых преступлений в течение этого года, тогда условный может превратиться и превратиться в реальный. Ну, а что мужчина, спросите вы? Какова его судьба? А его судьба неизвестна. Как по этому, так и по некоторым другим приговорам, по которым мы искали, по аналогичным. Ну, а что же мужчина? Какова его судьба, спросите вы? Его судьба неизвестна, и как по этому, так и по аналогичным приговорам мы мониторим реестр судебных решений в поисках тех решений, которые будут взаимосвязаны, да, чтобы понять, а к какой же ответственности привлекают мужчин. Но пока таких приговоров мы не нашли. И, собственно говоря, здесь есть подозрение, что мужчин привлекали только к административной ответственности. Но, возможно, там позиция мужчин в плане защиты была выбрана адвокатами другая, и просто эти уголовные дела еще тянутся, и мы поэтому не видим соответствующих приговоров. В любом случае, я продолжаю мониторить эту ситуацию, и если соответствующие приговоры появятся, то обязательно сделаю об этом видео и расскажу о их особенностях. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, и приглашаю вас, естественно, в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть также в описании к этому видео. Ну, а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok